Этот пёс явно пропустил школьный курс физики. Хозяевам стоит заставить пса нырять где-нибудь в Карибском море, в районе затонувших кораблей. Только стоит следить за тем, чтобы сундук с золотом, который вытащит пёс, не скатился обратно. И даже если питбуль знает, что сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению, это ему в этой ситуации никак не поможет. Причем каждый последующий прыжок пса все лучше и артистичнее. Возможно, это новый участник Олимпийских игр от Монголии, который отрабатывает прыжок в воду. Там проще обучить пса, чем человека. Друзья, надо следить за нашими домашними питомцами. Покупайте им на утро хотя бы бутылочку валерьянки. Чего так рано вскочил? Время полседьмого. На самом деле ты не кот. Ты кошка. Уберите от экранов диабетиков. Сладость этого видео просто зашкаливает. Психологи называют это стокгольмский синдром. Это когда жертва испытывает чувство привязанности к своему агрессору. Так вот, в данном случае жертва это котенок. Котенок, какой же ты у меня все-таки глупый. Это была не валерьянка. Это был клофелин. Просто у кота сегодня день рождения. Друзья скинулись и заказали ему мышку.